Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича и это девятый выпуск видеоряда перекличкой посвящен он, как вы уже успели заметить легендарной стеле 2.134 с латвийской ходовкой и двигателем М225 в частности о двигателе сейчас я вам расскажу двигатель бабета М225 двухтактный двигатель имел диаметр поршни 39 миллиметров рабочий ход 41 миллиметр и рабочий объем менее 50 сантиметров кубических имел автоматическое сцепление центробежное и две автоматически включаемых передачи коробки передачи вот в данном случае между приводом центробежного сцепления и входящим шкивом коробки передач применялась временная передача на данный момент показываю само центробежное сцепление спусковое сцепление под этим щитом спрятано автоматическое сцепление центробежное второй передачи при достижении определенной скорости от 20 до 30 км в час самостоятельно включалась вторая передача и крутящий момент напрямую минуя коробку передач расположенную в корпусе передавался на заднее колесо цилиндр имел очень развитое орибрение на противоположной стороне коленчатого располагался генератор с бесконтактным зажиганием вот вот датчик вы наблюдаете данный двигатель мог разогнать москеты до 45-50 даже и больше километров час в зависимости от звездочек кое было многое количество в районе 6 разных по каталогу на выходном валу коробки передач ну а далее по ходовке и прочим элементам рамы расскажет мой знакомый коллекционер который эту стелу уже вернее нет у него такая же стелла есть уже два года как пожалуйста комментируй всем привет с вами Сильвер сейчас немножко краткий рассказ конструкция мопеда исходит из середины восьмидесятых годов начиналось все так сначала как бы в Словакию пригнали в Словакию и хотели поставить мотор но когда они поставили но вид у них получился неудив мотор они поставили м225 то есть по бета который в принципе на этой стеле должен стоять вот таким образом родилась рама стелы то есть Словаки взяли перекроили раму миника на свой лад и получилась вот такая всем знакомая стела позже словаки делали свою вариацию стела они были похожи но различались некоторыми мелкими элементами в частности там была круглая фара у советской была квадратная вот именно такая хотя возможно это не родная там было немножко другое крыло заднее это оригинальный вариант но это имеет отношение именно к нашей местности то есть по латвийскому варианту колеса 3.0 на 10 была такая резина у них в принципе протектор немножко изменился по сравнению с миниками на миниках был немножко другой протектор я думаю знатоки об этом знают в принципе по ходовой части это практически тот же миник то есть много деталей взаимозаменяемых в частности вилка складной руль вот такие вот барашки на руле это все взаимозаменяемо на на рамах стелы впервые появился замок вилки ну в частности здесь замка нету но остался узел крепления вилка передняя телескопическая на пружинах без никакой гидравлики все как у миника отличия колес в меньших в ступицах меньшего диаметра они выглядели вот так вот это левая сторона это правая вот опорный диск немножко отличается крепление да вот для сравнения ступицы обычного миника то есть нашей советской сразу видно размер кстати диаметр внутренний этого барабана около восемь сантиметров при том что стандартные мини кофе были около десяти но тем не менее тормоза как показала практика работают на этих барабанах лучше чем на советских задний барабан немножко отличался от переднего вот здесь видно немножко и другой рычаг реактивный рычаг тормоза и вот это вот деталь упор как бы фиксатор крышки немножко они отличались от переднего и поэтому колеса не взаимозаменяемые задние с передним нельзя поменять не станет то есть можно диски менять можно покрышки менять но нельзя поменять сами ступицы амортизаторы стандартные задняя подвеска кстати тоже пружинная без всякой хидравлики чистая механика электропроводки электрооборудование 6 вольт но 6 вольт это написано на генераторе двигателя в реальности тут насколько неизвестно в коммутаторе отсутствовал ограничитель напряжения то есть стабилизация и на больших оборотах нередко напряжение может скакать чуть ли не до 14 вольт поэтому у меня тут лампочка перегоревшая я тут вынимал сейчас ее не заметишь надо вынимать пацаны сейчас это не покажем но лампочки там ничего от них не осталось у меня была та же проблема 6 вольтовые лампочки сгорали сразу же когда поставил 12 вольтовые проблем не щетил но на холостых оборотах свет очень плоский электрооборудование от тебя добавлю может быть старое видео с ознакомлением кто-то видел вот данный левый переключатель имеет только два положения хотя он вроде похож на трехпозиционный на этом именно этом экземпляре был только ближний свет одна лампочка с одной нитью стоит есть обозначение клаксон свет ближний и выключены может там свет не постоянно включенный был нет вот тут какие то а то выключено все я понял вышилка двигателя как и у нас трехпозиционная то есть все то же самое первым ощущением когда взял мопед одет сцепление его нет если помните этот вырезка была двигателя тут стоит автоматическое центробежное сцепление с двухступечной автоматической коробкой как попал ко мне этот мопед в колец это был 2015 год этот мопед был рядом с зоной антитеррористической операции в Донецкой области грубо говоря до АТО там километров 40-50 было я точно не буду вратить я сейчас по карте не помню но часть этого населенного пункта под обстрелы попадала человека мы где-то около месяца вызвания повезло мне в одном мой знакомый человек очень хороший это не мог будет царь и вообще по восстановлению этого мопеда будет называться царь полностью так как этот человек помог достать этот мопед он из того населенного пункта оказался он неделю вызванивал этого человека нашел и помог его доставить ко мне в Днепропетровск свой процент он естественно получил спасибо ему огромное и от меня процент ему в виде такого названия проекта вот этот мопед навсегда теперь будет ассоциировать у меня с этим человеком по текущему состоянии по двигателю все вопросы я озвучил в первой части описания мопеда по пластику ну естественно за малые деньги было куплено вот без части электропроводка в жутчайшем состоянии придется восстанавливать естественно перекрашивать подножка выхлопная дома вилки тоже разбираться надо будет ну родной цвет кстати вот вот в этом месте видно бежевый и салатовый был кусочек рычага кстати вот если видно коробочка зажигания тренсима модная будем восстанавливать и этот мопед готовится на проект стелла челлендж 2 на 2017 год я планирую что 2 моих стелла будет уже принимать участие в этом году я буду на своей оранжевой стеле против сидера а это уже задача на следующий год так ну ребята благодарю всех за внимание спасибо всем кто подписался на канал и не прозевал в предыдущей серии у меня был трабл я был без интернета но видео было залито заранее и на ютюбе в обещанное время оно стояло так что подписывайтесь на канал ждите обновлений всем пока